Сегодняшнее видео о том, как я делаю сама себе педикюр с покрытием. Протестирую гель-лак торговой марки Милана. Рада приветствовать всех на моем канале. Решила снять видео о том, как я делаю сама себе педикюр и покрываю гель-лаком. В процессе, конечно, пять раз пожалела о своем решении, но результатом в целом довольна. То, что педикюр на себе возможен, это я знала давно, лет пять назад только сама себе и делала. А вот гель-лаком никогда не покрывала, мол, неудобно, позатекает, будет неаккуратно. Ну а до этого момента всегда делала педикюр в салоне и балдела от этой процедуры. Но ради видео сегодня делаю сама. Снимаю гель-лак на форварде и не на слишком высоких оборотах. Работаю фрезой по направлению от торца к кутикуле. Срезаю длину, опиливаю форму и зашлифовываю поверхность. Все, в принципе, как обычно, только неудобно и не с руки. Субтитры сделал DimaTorzok Далее отодвигаю кутикулу пушером и беру пламя. Тут уже не как обычно, а с обратной стороны на форварде аккуратно вычищаю птеригий. Работаю только в зоне кутикулы и синусов, так как к боковым валикам подобраться неудобно. Ну и не надо, потом накожницами все дочищу. Главное убрать слоящийся птеригий с ноготка, чтобы потом ровно прокрасить. Теперь замачиваю ножки в воде на 10 минут. Достаю сначала одну, вытираю и наношу кератолитик. Заматываю пленкой, а пока он работает, обрабатываю пальчики. Вычищаю под ноготками и в точках вроста забившуюся кожу. Обрезаю кутикулу, работаю накожницами и ножницами. Не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик. Так вы всегда будете в курсе новых видео. Далее обрабатываю стопу педикюрной пилкой. В наше время с ремуверами на фруктовых кислотах это сделать легко и просто. Но не стоит забывать о том, что пользоваться калусом можно не чаще, чем один раз в месяц. Все-таки это химия, которая сушит кожу. Так что злоупотреблять нельзя. Далее обрабатываю стопу педик. Далее обрабатываю стопу педик. Далее полирую силиконовой насадкой. Далее обрабатываю стопу педик. Далее обрабатываю стопу педик. Приступаю к покрытию. Обезжириваю ноготки спиртом, прокрашиваю тонким слоем базы. Обезжириваю ноготки спиртом. Выбрала нежный, розово-сиреневый оттенок от торговой марки Milano. Плотная консистенция, хорошо ложится. Мне понравились эти гель-лаки, очень много красивых оттенков. Я себе приобрела большую цветовую палитру. В одном из последующих видео все покажу. Сегодня мне понадобился один цвет, им и воспользуюсь. Покрываю в два слоя. Чтобы рука не дрожала, обязательно упираюсь мизинцем. Стараюсь прокрасить во всех уголках. Есть, конечно, нюансы, где-то не прокрашены уголочки. Но с моей стороны этого не видно. Увидела уже на видео. Покрывать самой себе очень неудобно. Это факт. Далее покрываю матовым топом без липкого слоя. Есть у меня силиконовые ленты. Их и применю в своем дизайне. Приклеиваю ленту, обрезаю лишнее. Чтобы ее закрепить, покрываю тонкой кистью, глянцевым топом без липкого слоя. Нежные матовые ноготочки с блестящей лентой. Очень симпатично смотрится и легко выполняется. Просушиваю в лампе и готово. Даже не знаю, будет ли у меня еще желание сделать самой себе педикюр. Скорее всего, нет. Лучше схожу в любимый салон и поболтаю с девчонками. Вот так. С меня видео, а с вас подписка, звоночек и лайк. Всем спасибо за просмотр. С вами была Ирина Брилева. Субтитры сделал DimaTorzok